События конца прошлого года, после выборной эти события, показали, что нам серьезнее надо относиться к обучению нашей молодежи. В противном случае мы получим очень большие проблемы в перспективе. Очень большие. Если мы не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке. И боюсь, что в условиях геополитического разлома, об этом мы будем говорить, наверное, в собрании еще, мы не сможем удержаться в рамках внутреннего раздрая и какой-то гражданской войны. Обязательно вмешаются другие игроки. Я часто намекаю, что смотрите, чтобы наша Беларусь не стала полем битвы, полем войны, где будут решаться не наши вопросы. Сейчас вы видите, что в Сирии решаются вопросы сирийцев. Нет. Возьмите Ирак. Что там лучше стало? Нет. Богатая страна углеводородами, взрывы, гремят, гибнут люди, а не вскачают. Поэтому вот нам надо своими руками не привести страну в этот хаос. И здесь многое будет зависеть от преподавателя. Я все понимаю. У каждого может быть своя точка зрения, свое мнение. И эту точку зрения и мнение надо высказывать. Но надо это делать к месту, не нарушая закон. Какой бы ни был закон, юристы меня поддержат. Закон есть закон. Плохой, хороший, его надо выполнять. Если он плохой, его надо изменить в установленном порядке. Но не через драку на улицах и так далее. Я еще раз намекаю на то, что нам очень много нужно будет потрудиться с нашей молодежью. Для того, чтобы уберечь их от плохого будущего. Потому что им жить. Мы уйдем, они будут жить. И где и как будут жить, зависит сейчас во многом от нас. И от преподавателей. Это не дело, когда преподаватели, студенты, вузы выступают как отдельная какая-то сила по дезорганизации общества и уничтожению той системы, которую мы создавали в четверть века. Продолжение следует...